Пищевая добавка, которую называют природным санитаром современности, она выводит из организма тяжелые металлы и радионуклеиды. И, кстати, красноярские педагоги нашли новое сырье, откуда можно получать столь полезное вещество. Прямо сейчас очередная серия проекта «Не та еда». Только с начала этого года в Красноярске 7 раз вводился режим черного неба. И почти каждый раз его продляли. 32 предприятия, сотни тысяч автомобилей и выхлопные газы, которые мы вдыхаем ежедневно. Вот так вот выглядит пектин в чистом виде. Этот белый порошок – пектин, пищевая добавка, которая еще указывает как Е440. Полисахарид, гелеобразователь, загуститель. Пектин называют природным санитаром и настоящим спасением для тех, кто живет в городах с высокой загазованностью. Ведь считается, что он обладает способностью выводить из организма токсины, тяжелые металлы, свинец, ртуть, цинк и биологически вредные вещества, которые накапливаются в организме, в том числе и холестерин. Особенно много природного пектина содержится в свекле, яблоках, тыкве и хурме. Он применяется не только в пищевой промышленности, но и в фармакологии и эстетической медицине. Пектин получают из отходов цитрусовых, яблочных выжимок, жома свеклы. Но красноярские ученые предлагают новый вариант – из сибирского сырья, а именно из переработки хвойных отходов древесной зелени. Остаток, который после химической обработки оставался, он шел на корм скоту. То есть на производство, называется кормовая мука. То есть этот остаток отдавали на корм скоту. Мы этот остаток взяли и выделили оттуда пектин. Хвойный пектин прошел исследование безопасности и готов к употреблению. Рекомендуемая доза в сутки – от 2 до 4 граммов. Можно использовать для приготовления джимов, фруктового мармелада, желейных начинок и даже мясных полуфабрикатов. Екатерина Ричкина совместно с педагогами Технологического университета и Красноярского торгово-экономического института работала над этим проектом. Специалисты говорят – удивительно, но в России нет отечественного производства по выработке пектина. А вот потребность в нем ощутима. Любую пищевую отрасль берем, и мы везде находим применение пектина. Весь пектин у нас на сегодняшний день идет зарубежный. И вот за последние три года Китай вытеснил практически весь пектин, который раньше поступал с европейской территории. Килограмм хвойного пектина по себестоимости около тысячи рублей. Расценки на импортные начинаются от трех тысяч. Красноярские ученые говорят, что без поддержки властей пустить на поток производство хвойного пектина вряд ли удастся. Там есть несколько стадий подготовки для того, чтобы выделить этот пектин. Соответственно, нужно химическое предприятие, которое будет осуществлять стадию подготовки для выделения пектина. То есть в данное время у нас такие предприятия немножечко в застое находятся. То есть конкретных нет предприятий. Совсем недавно в Волгограде открылось производство тыквенного пектина. А все потому, что волгоградским разработчикам удалось все же заключить госконтракт, и они получили федеральное софинансирование. Разработкой красноярских педагогов пока интересовались только зарубежные страны – Канада и Китай. И они уже предлагали выкупить технологии производства хвойного пектина. Юлия Фанасьева, Владимир Антонов, Александр Сагайдак. Новости ТВК.